Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минско-городское управление МЧС, у микрофона Анастасия Гарба. Более двух с половиной тысяч выездов на пожары и загорания совершили с начала года столичные спасатели. На пожарах за это время погибли 17 человек. Далее подробнее о происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. На улице у Боревича предположительно в результате короткого замыкания горел грузовик «Скани». Пламя моментально охватило кабину сидельного тягача. В результате пожара пострадал и стоявший рядом грузовик «Ман». На минувшей неделе пожар случился и на столичном рынке Ждановичи. В металлическом торговом киоске на открытой площадке, вероятнее всего, не без чьей-либо помощи, загорелось имущество. Пострадали также и товары в двух соседних киосках. Минск чрезвычайный. В выходные пожар произошел в кухне одной из квартир по улице Хмелевского. Как оказалось, квартирант решил посушить вещи над включенной газовой плитой, но огонь из конфорки перебросился на одежду. Пожар оперативно ликвидировали прибывшие спасатели и никто не пострадал. А вот на улице Уральской мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, присел на железобетонную плиту, которая прикрывала колодец неэксплуатируемого теплоузла и свесил ноги вовнутрь. Под его весом плита съехала на край колодца и придавила ему конечности. Спасатели сдвинули плиту, а мужчину с переломами обеих ног увезла скорая. Минск чрезвычайный. Помощь спасателей понадобилась вчера и на съезде с МКАД на улицу Бабушкина, где столкнулись два автомобиля. Водитель одной из них оказалась зажата в салоне. Из покореженного авто ее с помощью специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести девушку госпитализировали. О происшествиях все. Соблюдайте правила безопасности, не рискуйте собой и своим имуществом. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.